Снежная погода на юге сибирского региона, метель и ветер в Новосибирской и Томской областях. В Омске похолодает до 33 градусов, в Петропавловске и Камчатском, как всегда, полночь. В общем, зима как зима, не то что в Самаре, хотя в последнее время что-то становится похожим. Обычно о погоде говорят в конце программы и встроенные, и красивые девушки. Но у нас в программе крутой кипяток. Это делает Александр Гутин, писатель, актер и поэт. И ведущая радио «Комсомольская правда» Самара Вера Цыганкова. А настоящую правду о погоде мы сегодня узнаем у нашего гостя, начальника отдела метеорологии Приворского гидрометеоцентра Вячеслава Демина. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Что творится с погодой в этом году? С чем связано аномальное явление? Может, это климатическое оружие? Американцы перестали гадить в подъездах и перешли на более решительные действия? Я не понимаю, что происходит. Почему же только в этом году? Прошлый год тоже был довольно-таки аномально теплый. Зима, по крайней мере. Но в этом году это все, в общем-то, объяснимо. Откуда приходит холод в Самарскую область? Это два источника. Это либо сибирский антициклон, либо северно-ледовитого океана, зато холодного воздуха. Вот сейчас, в последние два месяца, декабрь и январь, происходит западно-восточный перенос воздушных масс. То есть, тепло с Атлантики. Середа циклонов с Атлантики. Вот эти два месяца постоянно поступает и поступает. И перекрывает воздушные потоки с северно-ледовитого океана. Ну, то есть, получается, что Атлантика сейчас нагрета до плюс 14 градусов. С выходом на сушу происходит конденсация с выделением тепла. Ну, и, соответственно, и вот такое безобразие творится. То есть, это не климатический хороший. Я не думаю, что это харп на Аляске начал действовать. Можно ли сказать, что лет через 10 у нас будет настоящая европейская зима по тенденции? То есть, где-то плюс 5, например, градусов, а может быть, еще немного и вообще пальмы расти начнут. Вы знаете, я парадоксальную вещь вам скажу. На самом деле, последние 10 лет происходит не потепление глобальное, а некоторые похолодания по Самарской области. Если взять в среднем годовые температуры воздуха, то тренд идет, за последние 10 лет, только обращая внимание, то тренд идет примерно на похолодание минус 0,03 градусов в год. Какая годовая температура в Самаре вообще? Плюс 5 градусов. В прошлом году она была плюс 6 градусов. Но если взять десятилетку последнюю, то получается вот такой тренд все-таки на похолодание. Это не значит, что у нас это самое. Ну вот... То есть, сэкономить на шубах и летней резине не удастся. На самом деле, я немножко преувеличил, потому что климатические ряды считаются вообще 30-летние периоды. Вот за последние 30 лет тренд такой же остался, как и с начала наблюдений. То есть, 0,03 градуса потепления. А вот у меня вопрос. Я не могу не задать, потому что мне всегда... Я давно хотел задать этот вопрос. Я не знал, кому. И вот вы пришли. Когда мы слушаем прогноз погоды, есть такое сейчас... Я раньше его не слышал. Вот сейчас понятие температура воздуха по ощущениям. Вопрос. Чих ощущений-то? Кто эти люди, которые ощущают за нас температуру? И каким образом они это делают? Ну, в общем-то, все мы. Все эти люди. Ну, понимаете, я отвечу вам на вопрос так. Меня не спрашивали. Ну, никогда. Меня тоже. Хорошо. Значит, для тех, кто вас спрашивали, специально разработали шкалу. Она называется коэффициент комфортости погоды. Может быть, это слышали, да? Вот. То есть, берется три элемента, основных три элемента. Это температура, влажность воздуха и скорость ветра. То есть, вот когда я служил в Сибири, это было очень давно, но там были морозы под 50 градусов. Мы тулупы в охрану не одевали. Мы ходили в шинелишках обыкновенно. Потом я дослужил в Леонграде. И температура была, ну, там, в январе минус 2 градуса. Тоже травка появляла зеленая, как это дождь. Но по ощущениям? Но по ощущениям было больше, ниже, чем эти минус 50 градусов. Потому что ветер с Балтики, стопроцентная влажность. Вот это вот ощущение, когда температура, влажность и ветер. Моя тетя родная, она всю жизнь работала в гидрометеоцентре СССР в Москве. И когда ее спрашивали, а чем вы там занимаетесь, она говорит, я погоду вру. Ну, понятно, что она говорила это в шутку. Но, тем не менее, ведь на вашей практике тоже такое. Часто вы замечаете, что синоптики ошибаются. И в чем, и почему? Ошибаемся, конечно. Вот при составлении краткосрочных прогнозов, процент оправдываемости их, ну, в среднем, да, 95%. То есть мы ошибаемся примерно в пяти случаях из ста. Вот это, на это множество причин есть. Достаточно сказать, что у нас сеть наблюдений, наша сеть наблюдений, она по России примерно 1700 метеостанций. А положено 4000 по нормам ВМО. Знаешь, два с половиной раза меньше у нас метеостанций. То же самое в Приворском ОГМОС. Станций меньше, чем положено. А почему? Почему? А кто же деньги дает? Финансирование. Финансирование Росгидромета примерно 15 миллиардов рублей. И я думаю, что господин Чубайс, он больше по карманам своим служащим раскидывает в конце года, чем на нашу гидрометслужбу в целом, где 34 тысячи и 15 институтов научных, да? И кроме того, еще Антарктида тоже на деньги Росгидромета содержится. Ну и что же вы хотите? Вот раньше, например, прогнозы начали публиковаться где-то 150 лет назад. И вы знаете, какое было преамбуло в газетах вот этих? За немногие копейки нельзя купить много истины. А у нас, как видите, истины довольно-таки много. Все-таки 95% это очень большой процент. Это хороший процент. Ведь метеоэлементов очень много. Их порядка полтора десятка. Вот вы представляете калейдоскоп, да? Калейдоскоп, детский калейдоскоп, да? Конечно, конечно. Вот, значит, там три вот таких зеркала, и 15 камешков. Вот три зеркала, это, значит, будет, как бы, океан, атмосфера и земля взаимодействие. А 15 камешков, это 15 метеоэлементов. И они каждый раз при повороте другие будут. Вот попробуйте предсказать прогноз погоды. Вот я был в Питере как-то, да, иду по Невскому. Он широкий, 100 метров. На одной стороне дождь, на другой дождя нет. Ну что, ты не предскажи, все равно половина города тебя скажет. Да вруны же они, да? Вот, это очень сложно предсказать. Все 15 элементов взаимодействуют между собой. Взаимодействуют. Ну, в Питере предсказать дождь, мне кажется, очень просто. Ну да, предсказывать не ошибешься. Наказывают ли вас за неверное обещание? Бывает такое, что там лишили премии, или вообще уволили с работы, не дай бог? Такого бывало? По этому поводу анекдот есть, да? Да, да, вот расскажи. Что муж с женой работают синоптиками, да? И один говорит, дождь будет, другой не будет. А все равно 50% премии кто-нибудь получит, да? Ну, вас жена, а не синоптик? На самом деле, был такой претендент. Вы знаете, когда господин Шойгу работал в МЧС, да? Он на полном серьезе выдвинул предложение, там, чуть ли не в Госдуму, о том, что надо наказывать синоптиков за неудавшиеся прогнозы. А кто же будет их поощрять за удавшиеся, да? За 95 вот этого, да? Почему-то он вот получает свой оклад и все. На самом деле, существует, конечно, специальный контроль за этим, специальные наставления есть. Это все жестко контролируется, все эти прогнозы. То есть, в принципе, не штрафуют? Нет, ну а кто же будет? Это же прогноз. Ну, давайте штрафовать пожарника за то, что он не успел приехать на пожар, да? Или еще что-нибудь такое. Не предсказал пожар. Да, 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 или не предсказал пожар, да? Или не успел сам разжечь его, да? Почему у нас такая точность? Потому что мы климатом еще занимаемся. Вот эти все американцы и прочие. Ну, англичане, конечно, помешаны на климат. А вот американцы нет как раз. У них больше, так называемые, волонтеры наблюдают. Там очень много фермеров, которые наблюдают за погодой. И в национальный центр сообщают свои данные. Вот у них как раз все по ощущениям получается. И все, конечно. У них есть и национальная служба, которая профессионала работает, но их меньше. Вот. И так называемые вот эти волонтеры, которые, конечно, не волонтеры. Потому что они все равно свой этот, получают, как там называется, свой бонус за то, что они там метеостанцию свои фермерские содержат. Вот. Ну, что, почему, точнее ли у них? Да нет, вы знаете, нет. Если точнее, то не на много. Ну, допустим, у них там, ну, не на три дня, а может быть на пять там дней и прочие прогнозы. Но в целом 95 это очень точные прогнозы. Американцы что с ним взять? У них все в Фаренгейтах вообще. Я вообще не понимаю. Как это? Я был сейчас в Америке недавно. Они спрашивают, какая температура. Они мне говорят, какие-то цифры я вообще не могу понять. Какие-то Фаренгейты, да. Какие-то Фаренгейты, да. На самом деле перевод-то есть. Да, что-то мне там объясняли, надо разделить и вычесть, но... В итоге плюнул на это, наделал плавки и пошел на пляж. Да, да, решил по ощущениям ходить, чувствовать себя, да, так. Ну, и вот, несмотря на то, что все смотрят прогноз погоды в интернете, ну, сегодня с новыми, так сказать, веяниями технологиями, приметы не ушли в прошлое, не ушли. Некоторые даже объясняют, как это с научной точки зрения, ну, набившие оскоми, например, про ласточек, которые летают низко к дождю, вслед за мошкарой, которая опускается ниже, да, при чувствах, ну, как повышенной влажности. Каким еще приметам можно верить? Есть такие? Есть, есть. Ну, давайте с ласточек начнем. Ласточки, муравьи и прочие там насекомые, животные, да, действительно, это приметы, это связанные, так сказать, с поведением животных, да. Ну, во-первых, городской жизни, или вот, например, это говорят, заяц толстый, да, будет, значит, холодная зима, да. Слышали такую примету, да? Ну, кто из вас, вот, например, живого зайца, а, вот кто, скажите? Кто, потому что, примет, худого от полки. Нет, ну, это... Человека я могу, вот, возможно, с вами. А зайцев никак. А зайцев никак. Нет, смотрите, ну, допустим, вы увидели зайца в зоопарке, да. Ну, это что? Это все зависит от сторожа Деваси, который его либо накормит, либо стащит себе домой. Это допустим, да. То есть, да, тут раньше, да, может быть, приметы это работало. Сейчас, во-первых, никто не увидит этого зайца. А сейчас ты подумаешь, толстый или пушистый разбережный? Ну, слушайте, я отвечу на ваш вопрос. В принципе, я сравнивал, вернее, не я. Мы лет 20 назад проводили в гидромедцентре, в управлении, такие вот эти самые, наиболее такие... Кто такой, кто такой, откуда они взялись, эти приметы? Это же Владимир Даль, еще во времена молодого Пушкина, то есть, более 200 лет назад, собрал, там, на европейской территории России, ну, где-то, за границей еще был, да, собрал вот эти вот приметы, значит, скомпоновал их, да, и, ну, там, озвучил или какие-то написал. Ну, там, потом еще немножко добавили к ним. Ну, это что? Это было на определенной территории. Приметы, которые здесь, они на Дальнем Востоке работают? Нет, конечно. Потом это 200 лет назад было. Время прошло, климат изменился. Они не работают. Поэтому все, большая часть примет, связанная, особенно, с привязкой с каким-то дня, ну, допустим, там, на Матронин день курочка попила водички, будет там такая-то, да? Ну, куда? Ну, это же, ну, бред полный, да? Вот. Вы думаете, что угодно. Муравьед погрыз березу, значит, это будет снег. На самом деле, следует некоторым приметам доверять. Ну, это связанное, вот, на мой взгляд, это связанное с состоянием неба, вот, облаков и прочее. Ну, то есть, если есть такая примета, что, допустим, луна ясно светит, там, да, там, какие-то, это самое, кристаллики падают, это будет мороз. Ну, это понятно, почему. То есть, облачности нет, антициклон стоит, мороз будет. Или там облачность какая-то розовая, да, придет то-то-то. Вот я вам советую из всех народных примет пользоваться только вот этими, которые связаны с отсутствием или наличием облаков и их окраски. Я знаю, ну, точно, примет. Если будет, если я помыл машину, значит, скоро будет дождь. Ну, это понятно. Не ты один. Вячеслав Александрович, в вашей биографии есть белое пятно. Точнее, даже не пятно, а целый континент. Это Антарктида. Вы там были и провели там ни много, ни мало, полтора года. Расскажите немножко об этом периоде своей жизни, что вы там делали и как там нам, людям, ну, мне, человеку, который там не бывал, как выяснилось, один в этой студии. Я был там 30 лет назад, вернулся, вернее, 30 лет назад. Был действительно полтора года там, достаточно большой срок. В то время, конечно, это была 33-я советская антарктическая экспедиция, и тогда у нас было очень много станций. Я был на станции «Молодежная», она была столицей антарктических экспедиций. Там зимовало, на зимовку оставалось 150 человек. А в сезон приезжало в пятикратно, наверное, больше. То есть, все было забито. Ну, зимой это. Ну что, климат. У нас там были внутриконтинентальные станции, на которых температура фиксировалась в минус 90 градусов. Я сам лично фиксировал ветра, которые, ну, под 60 метров в секунду. Если сравнивать с Самарой, то у нас минимальная температура была в 1942 году минус 43 градуса. 43 градуса. А ветра у нас самые сильные, зафиксированные, 28. Это в порыве. А если у нас 60 метров в секунду ветер будет, какие у нас будут последствия? Последствия? То есть, весь город? Я не знаю, какие последствия. Тут сложно сказать о последствиях, потому что даже в Антарктиде, где все, в принципе, закреплено, где дома на сваях стоят. Но на сваях почему? Потому что снег пролетает, метель поднимает и не заметает их. Когда этого не знали и ставили просто на снегу или на скалах, через 2-3 года оказывалось, что надо вырубать в крыше люк и вылазить через 10-метровую толщу снега. То есть, все заметало? Да, все заметало. Два метеоролога у вас там было. А как именно вы проводили исследования и для чего, собственно говоря? У нас там очень большой спектр исследований был. Сейчас скажу. У нас очень большой спектр исследований был. Не только кроме метеорологии мы еще проводили радиометрические наблюдения. Мы наблюдали за озоном. Как раз в этот период, когда в 85-м году обнаружили озон. Я там начал зимовать в 87-м году. Как раз вот эта дыра, над Антарктидой была вот эта озоновая дыра. И вот исследования о том, она зарастает или увеличивается. Это как раз производили в мою экспедицию. Мы наблюдения эти тоже производили в том числе. Зарастало или нет? Там, понимаете, там было два специалиста. И они друг другу свои данные не показывали. Но, как я понял, ничего страшного не происходило. Ничего страшного. Те страшилки и пугалки, которыми начали пугать население, они, в общем-то, не нашли подтверждения. Вообще было 10 отрядов. Я был в аэромет-отрезе, который, то, что я вам перечислил, вот этим занимался. Но там были и транспортники, там были радисты, медики. Были картографисты, геологи. Много людей было. И были строители, которые строили новые дома. Которые потом, к сожалению, не пригодились. Потому что эту станцию, вот сейчас эту станцию законсервировали. Нет уже, она как столица уже не применяется. А там жили, вот такая мужская была, мужской коллектив? Там только, вот когда я был в экспедиции, там женщин вообще от слова совсем не было. Но потом, ну, правда, к нам метелица, лыжная группа. Значит, это женщины, сначала пять человек приехало. Ну, то есть, это такое... На Росмат были. Это приехали как бы на разведку, да? Женщины. Да, они на разведку приехали. Ну, женщины, они какую цель поставили? Понизить порог мужского героизма. Типа, мы тоже можем. Вот я сейчас тоже все же думаю, что это за дискриминация такая у мужчины. Ну, на самом деле, женщины всех времен народов только этим и занимаются, по-моему. Поэтому... Нет, не дискриминация. Понижает порог мужского героизма. Вот. Значит, потом они привезли своих дочек. Уже 10 человек приехало. Кстати, одна из первого состава была дублёр Валентина Терешковой. Ну, да. Значит, ну, к полюсу, да, к полюсу. У них была цель такая. Покорить Южный полюс, как в своё время Амунсен, да? Вот. Ну, при мне они покорили только станцию Восток. Вот. Они шли, конечно, не одни. Они шли за вездеходами. Впереди. Впереди нет. Нет, никаких пингвинов внутриматериковой Антарктиды нет. Они все по побережьям. То есть, они шли просто... А нам представляется, что они некоторое время даже ехали на вездеходах. Потому что человек не может в Антарктиде пройти за день 100 или там 120 километров. А мы слышим там метелицы на сотом километре, на 250-м. Ну, как это так? Ну, неужели? То есть, спортсменки. Ну, значит, спортсменки. Ой, эти спортсменки потом по 10 килограмм каждая потеряла, когда до Востока дошло. Ты представляешь, ветер 60 метров и минус 90. Я не представляю, меня бы снесло моментально просто. А вот были у вас опасные ситуации, ну, как в фильме «Затерянный вальдах», что-нибудь вот такое было? Там когда проваливаешься, снег застревает в ногах. Нет, вот реально, когда был риск для жизни и здоровья. Так, ну «Затерянный вальдах», во-первых, это фильм про артику. Мы понимаем, это кино. Это фильм про… Нет, почему? Это кино, оно вполне такое, да, действительно. Такие ситуации были. В Антарктиде сейчас порядка, я не знаю, наших могил, наших полярников около сотни. Вот. На кладбище в Молодежке, где вот я был, 20 могил было. В мирном. То есть там хоронить не увозят на матерей? Некоторые увозят. Вот. От чего это зависело? То есть от запросов родственников получается? Да, да. Вот был такой случай, когда человек… Вот первая, это первая жертва в Антарктиде, это была в первую антарктическую экспедицию, это Хмара такой был тракторист, значит, и он вместе с трактором провалился в подлёд и не успел выпрыгнуть оттуда. Вот это была первая наша потеря. Вот. А потом на этой же, в обсерватории Мирном, 40 могил образовалось уже. Вот. Был случай в том же Мирном, по-моему, когда вот в 17-ю или в какую-то экспедицию, когда весь аэрометотряд сгорел. Семь человек сгорело. Вот. Много очень. А кто знает? Пожар ночный. А кто знает? Да, на станции «Восток» тоже был пожар. То есть там расследование не проводили? Или их просто не публиковали, получается? Ну, а кто? Всё сгорело. Кто там может расследование проводить? Там кто? Следственный отдел, что ли, какой-то? Курили. Вот. Нет, неизвестно на самом деле, потому что там источников опасности очень много. Вот. Скажем, сгорело дизельное, да? А дизельное – это что? Это же там и дизель, всё, и искра, может быть. Ну, мало ли что. Вот. Много очень было опасностей. У меня у самого лично был такой момент. Вот. Я когда шёл, там самое… Что там опасно? Даже не столько мороза и ветра, сколько трещины. Вот. Идёшь – трещина. Трещина может быть до 100 метров, может быть. Может быть, и больше. То есть материк-то вообще 4 километра. Купол 4 километра. У нас таких трещин не было, но под 100 было. Вот. И я в одну из таких трещин провалился. Вот. И по идее я бы с вами сейчас не разговаривал. Вот. Но получилось так, что за мной шёл человек. Причём шёл он очень далеко. То есть вы не в связке шли? Нет, нет. Это была нормальная погода. В связке идут только тогда, когда сильный дульник на высунутую руку не видать. Там и так далее. Это была нормальная погода. Но я не вижу, что она трещина. Она снегом занесена. Я иду спокойненько себе. А он как раз должен был на востоке зимовать. Вот я ему показывал станцию пингвинов, потому что он ничего этого не увидит. Я ему иду, показываю впереди. И я что-то вот крикнул, что-то сказал, что-то... А он не услышал. Вот. И в этот момент порыв ветра. Значит, мне капюшон набрасывает на голову, капюшон. А он не услышал, что я сказал. И догнал меня. И в этот момент я провалился. Вот эта целая серия обстоятельств позволила ему меня за капюшон за этот вытащить. А так бы я с вами не разговаривал. Я бы лежал, наверное, на 100 метровой глубине этой трещины. Так что вот поверишь в Богу-то. Есть вот этот вот замечательный миф про переворачивателей пингвинов. Ну, я думаю, что это же миф. Ну, миф, конечно. Нет, ну, серьезно, правда. Вот рассказывают, что пингвины смотрят, там пролетают какие-нибудь самолеты, еще что-нибудь. Они голову поднимают, задирают и падают на спину. А перевернуться не могут. И ходит такой отважный человек, который их переворачивает. Красиво. Красиво. Миф красивый. На самом деле с пингвинами очень много разных ситуаций. Вот я чуть не зафиксировал мировой рекорд в Антарктиде. Связанный с пингвинами, кстати. Ну, это на Востоке, когда зафиксировали абсолютный минимум, 89,2 градуса мороза, да, я чуть абсолютный максимум не зафиксировал. То есть, у меня был такой период, когда я смотрю, а у нас самописцы были. Я смотрю, температура на самописце повышается. Необъяснимо повышается. Причем, не должна она повышаться. Смотрю, бас, бас, бас точки у меня. Ну, все, я уже приготовился рекорд этот фиксировать. Сообщать уже хотел куда соответствующий, там, в институт Арктики и Антарктики. Потом думаю, надо все-таки проверить термометр. И, по-моему, вдруг я что-то... Выхожу на площадки, ну, и, с сожалению, должен был констатировать, что это пингвин. Взял термометр, значит, в клюв, нагрел его своим духом и бежит, гад, куда-то. Но пришлось его догнать и аппаратуру у него, так сказать, отнимать. Ну, вот так вот не получилось. Отдал? Отдал, конечно, куда же он денется. Пингвинами, связанные с матросом, поймали пингвина, нарисовали ему тельняшку. Ну, моряк, типа. И его отпустили. Вот эти его сородичи, они не признали в нем ни моряка, и даже своего пингвина. И стали его клевать, насмерть клевать. Пришлось его поймать, оттереть этим самым, я не знаю, порошком каким-то стиральным, высушить и выпустить. Вот только тогда они его потом признали. Еще был очень интересный, когда мы разгружали какое-то судно, значит, ну, по-моему, как раз академик Федорова. И все встали друг за другу, и канады, хо-хо, вот так тянули. И пришли пингвины тоже. Да, пингвины пришли. Обратно, обратно. Пингвины пришли, и вот с этим воздухом они поняли, что мы кричим. После Антарктиды в 89-м году вы вернулись тогда в Куйбышев. Мне почему-то не нравится это название, мне больше нравится Самара. Но, тем не менее, город, наверное, тогда для вас после Антарктиды показался курортом. Ну, во-первых, я вернулся, конечно, не с Куйбышев, не в Самару, а сначала в Ленинград. Вот, он тогда еще Ленинград назывался. Все равно курорт был. Да, был, естественно, курорт, вот. Но меня не столько климатически, потому что я привык, в общем-то, я долго в Ленинграде жил, вот, и учился там тоже, вот. Меня социальные изменения поразили. То есть я был при коммунизме в Антарктиде. Там у нас ни денег, ничего не было. Нас снабжали очень хорошо, все, все кормили. Вот, прекрасные повара были. Я приехал, дефицит всего и вся. Дефицит. То есть в Ленинграде, в котором из Самары, вернее, из Куйбышева, да, приезжали покупать колбасу и мясо и так далее, да, вдруг это все пропало. Стали талоны на все. Это было дико, конечно, вот в 89-м году. То есть социальные изменения вас очень поразили. Социальные изменения это очень поразило, да. Поеду-ка я назад. Ну, в общем-то, да. Я знаю людей, которые там 30 раз, в общем-то, ездили в Антарктиду. Даже значок, кстати, вот, мне кажется, надо показать. Вот я вот 30 лет не носил, вот сейчас вот на передачу одел. Есть повод. Переходим к Блицу. Вячеслав Александрович, мороз или жара? Жара. Как не замерзнуть в Антарктиде? Работать хорошо надо. Нет, вообще одеться тепло надо. У нас спасала одежда. Японцы нам завидовали. То есть они, японцы приезжали, у них там идут электроподогревом. А у нас были обыкновенные, такие грубые, но на верблюжьей шерсти были вот эти куртки. Вот я говорю, дайте нам, давайте поменяемся. Вернее, нет, нет, японо. А грелись ли горячим кофе или, возможно, 40-градусный? 40-градусный не погреешься. Там был как раз сухой закон, господин Горбачев объявил. Поэтому нам на день рождения только выдавали бутылку вина. Ну и самое благоприятное место на Земле с точки зрения климата, по вашему мнению? Самор. Отлично. Прекрасная передача, на мой взгляд. И спасибо, что вы пришли. Всего хорошего, с вами был Крутой Кипяток. Ведущая радио «Комсомольская правда» Вера Цыганкова. Александр Гутин. И наш гость, главный метеоровок Самарской области Вячеслав Демин. Вячеслав Александрович, еще раз спасибо. Спасибо. Спасибо, что пригласили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok